Оставь видео у него там по скрипу, по сравнению с ним. Ответьте, ответьте. Все в прессе, кроме некролога, является рекламой хоть немного. Именно поэтому в нашей сегодняшней программе тачка, которая уже была, а также город, который тоже уже был. Но для начала рубрика спрашивали, отвечаем. Некоторые любознательные граждане порой задают нам вопрос, мол, а когда мы уже запилим обзор на УАЗ Патриот? Однако мы выступаем решительно против домашнего насилия, алкоголизма, коммунизма, пыток, противопехотных мин и отечественных автомобилей, которые потеряли свою актуальность еще во времена Брежнева. Так что никогда мы не запилим обзор на УАЗ Патриот, извините. А пока где-то в Атланте убили очередного негра, суки замочили, мы поговорим об американской машине, сделанной еще до президента Обамы. Несмотря на почтенный возраст, эта таха совсем не похожа на мечту некрофила. И не даром в кадре я заделан чисто под жителя Эль-Пасо. Ибо в 2006 году Джей Буш Джуниор на своем ранчо в Техасе прохватывал именно на такой тахе. А по причине того, что в Эль-Пасо Дипстейт Комьюнити мало кто знает, что Грузия и штат Джорджия это не одно и то же, технические моменты мы не будем сегодня затрагивать. Уверен, что это он? Да. Абсолютно? Не знаю. Не знаешь, уверен ли ты? Не знаю, что значит абсолютно. Благо, на нашем водоканале уже есть видео про лютейший джихад-авто на телеге GMT 840. В общем, нынче мы обговорим исключительно человеческий фактор в части покупки подобных машин. Но прежде всего должен заявить, что по моему скромному мнению, Chevy Tahoe второго поколения это один из лучших внедорожников 21 века. Но фарш невозможно провернуть назад, как практически нереально выхватить подобный автомобиль в подобном сохране. Правда, нас очень хорошо попросили. Задача была найти идеальную таху за 750 тысяч рублей. В одной древней книге из ватиканских архивов я как-то вычитал, что экономить на обслуживании рамного внедорожника из Мичигана – это то же, что рубить сук под тем, кто кормит тебя с рук. Однако большинство жителей на Святой Руси, вероятно, так не думает. Отсюда и отношение к машине как у пролетариата к буржуазии. Мне все должны просто потому что. Но война – это не столкновение классов, это конфликт мировоззрений. А значит, нужно искать не автомобиль, нужно искать человека. По этой конкретно машине не было объявлений, да и хозяин в принципе не собирался ее продавать. Черная магия гадалки поджег вышки 5G под Владикавказом и чтение псалмов никаких результатов не дали. И тогда мой коллега оперативно внедрился в тайное сообщество анонимных педантов. Но это не то, что могла бы подумать аудитория Дудя. Где больше населения, в Венгрии или в Будапеште? Мне кажется, в Будапеште. Знаете, друзья, хороший хирург – это не тот, кто любит людей. Это тот, кто терпеть не может, когда что-то неправильно. Боб, у тебя что-то на костюме. В общем, некоторое время назад именно такой человек и приобрел эту таху в очень неплохой форме. Ну, чтобы не возить тещины помидоры с дачи на Порш Каене. Но однажды эту машину загнали на Шеви Плюс. И очень хорошо, что фантазия у работников этого замечательного предприятия закончилась прежде, чем военные накопления у нашего анонимного педанта. Полмиллиона рублей. Именно такие деньги были потрачены на доведение старушки до идеала. Короче, в один прекрасный день бывший хозяин этой машины подумал, что тещины помидоры все-таки дешевле возить на Порш Каене с вооруженной охраной, чем обслуживать таху в Шеви. Все. Звезды совпали. Внедрение сработало. Уже через день автомобиль стоял у меня под домом. Делали для себя и под себя. Но в итоге машина досталась нашему клиенту. Едем в Питер. Но для начала мы запилили этот обзор, закрыли несколько крузаков и, между прочим, как вы, наверное, знаете, крузаки Тахи и Рейндж Роверы – это профильные машины нашего авторского подбора внедорожников. И каждый раз перед покупкой очередного авто мы загоняем его на не менее профильную диагностику. И теперь все Тойоты мы смотрим на клубном сервисе у Ильи. Это один из немногих людей на Ютьюбе, который знает, о чем говорит. Парни, у нас на канале недавно вышел ролик про машину, которую подбирал Макс Харди. Но я вам покажу примерно, как должна выглядеть машина 2008 года, которую стоит покупать. Более подробно можно познакомиться у меня на канале, на клубном сервисе. Но, в принципе, как бы, я думаю, человек остался доволен и слугами. Я всем, кто по какой-то причине еще не подписан на канал Клубный сервис, настоятельно рекомендую исправить это недоразумение. Ну а мы ждем фидбэк из Ленинграда в нашей группе контакта. А на днях выйдет большое видео уже про новую Таху К2 2016 года. Это, конечно, уже совсем другая машина, но знаете, что-то в этом есть. Я только что перегнал ее в Мурманск, так что теперь наши клиенты могут приобретать тачки, вообще не выходя из дома. Если делать так по-большому. Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. А теперь у нас есть и моднейший сайт. Но самое главное, не покупайте современное говно. Притом она не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мы расстроим так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!